В эфире Буктовые итоги недели. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Экономический форум партнеров города Бреста и городов-побратимов. Партнерство инноваций. Развитие пройдет в областном центре. Александр Прадун, начальник управления экономики Брестского горосполкома, о форуме и его участниках рассказал корреспонденту БукТВ Анастасии Стропком. Генеральный директор флагмана молочной отрасли компании «Савушкин продукт», кавалер Ордена Отечества 2-й и 3-й степени, почетный гражданин города Бреста, человек года, человек дела. Александр Савчиц отмечает два знаковых юбилея. 1 июля ему исполнилось 65 лет, из которых 20 лет он возглавляет «Савушкин продукт». В Бресте появится новое структурное подразделение Белой Руси – городская организация. Решение принято в рамках рабочей поездки председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» сенатора Геннадия Давыдько. Об этом и не только прямо сейчас. Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста состоится в конце июля в областном центре. Мероприятие обещает быть масштабным, результативным, запоминающимся и, надеются его организаторы, традиционным. Форум продлится два дня и расписан буквально по минутам. А как иначе, программа насыщенная. Участников ожидается много и интерес они проявляют в совершенно разных направлениях – от промышленности до социальной сферы. Подробнее о событии нашему корреспонденту Анастасии Стропко рассказал начальник управления экономики Брестского горосполкома Александр Прадун. Форум соберет на одной площадке делегации из городов-побратимов и партнеров областного центра. Стартует масштабная инициатива 26 июля с выставки-ярмарки «Площадка проведения Брестской горосполком». Он будет проведен впервые и мы, в принципе, планируем в дальнейшем проводить его систематически ежегодно, этот форум, в преддверии как раз-таки Дня города. Мы пригласили все наши, скажем, города-побратимы и партнеры, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве. Это порядка 15 стран. На первый экономический форум городов-побратимов и партнеров прибудет порядка 35 делегаций. Далее по графику презентации инвестиционной и культурной привлекательности города над Богом, а также его партнеров и попратимов. Будет рассказано о инвестиционной привлекательности города Бреста, также туристическая ее привлекательность. Отдельное выступление будет о том, что город Брест в 2019 году будет культурной столицей СНГ. И также слово будет предоставлено нашим городам-побратимам, которые смогут также презентовать свою привлекательность своих городов, рассказать немножко о себе, о своем потенциале. Помимо, скажем, этого будут организованы встречи B2B, для того, чтобы представители бизнеса также будут присутствовать здесь. И помимо встречи, презентации городов, мы хотим насытить данное мероприятие еще и подписанием соглашений, договоров и контрактов. Второй день обещает быть не менее насыщенным. Гостей планируют ознакомить с работой предприятий и организацией Бреста. Экскурсии разделены по четырем направлениям – социальная сфера, логистика, промышленность, а также строительство. План посещения в настоящее время еще уточняется с учетом пожеланий гостей. Но уже сегодня можно смело говорить, что Савушкин продукт, Гефест, Брестжилстрой, главные спортивные объекты и строительные площадки в графике будут. Все предприятия наши заинтересованы, мы тоже заранее это все прорабатывали. Те, кто, скажем, заявили желание, они выставят экспозицию. И те руководители, скажем, которые не будут выступать с презентацией, у них будет возможность пообщаться с представителями бизнеса непосредственно на тех предприятиях, где мы будем посещать которые. Там будет встреча B2B тоже, можно будет поговорить и презентовать, потому что, понятно, количество предприятий огромное у нас. И сказать, посетить за день все объехать возможности не будет. Но на базе одного-двух предприятий, которые мы будем посещать, мы сможем собрать этих руководителей, которые могут также выступить и порекламировать свою продукцию. Инициатива приурочена к празднованию 999-го дня рождения областного центра Брещины. Организаторы надеются форум в 2018 году, что называется, обкатается и приживется. А уже в год тысячелетнего юбилея станет одним из ярких событий большого цикла мероприятий. Анастасия Стропкова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Открытое акционерное общество «Савушкин продукт» – предприятие, известное далеко за пределами Беларуси. Молочные продукты одного из самых популярных брестских брендов и лидера белорусской молочной промышленности снискали любовь миллионов потребителей России, Украины, Казахстана, ряде стран Европы, Кавказа и Средней Азии. Найти «Савушкин продукт» можно даже во Вьетнаме, Китае и Индонезии. Каждый год молочная география бренда прирастает новыми точками на карте мира. Оно и понятно – потребители ценят качество, а оно у «Савушкина» всегда на высшем уровне. Об этом говорят многочисленные отзывы. О своем предприятии и людях, которые на нем трудятся с уважением и гордостью, рассказывает и его руководитель Александр Савчиц. В эти дни Александр Васильевич отмечает два знаковых юбилея. 1 июля ему исполнилось 65 лет, из которых 20 лет он возглавляет «Савушкин продукт». Юбиляра чествовали в Брестском обл. исполкоме и горысполкоме. Ирина Альшова продолжит тему. Личность Александра Савчицова в Бресте известна практически каждому. Почетный гражданин города, депутат, заслуженный работник белорусской промышленности. За особые заслуги награжден орденами Отечества второй и третьей степени. Большой вклад юбиляра в развитие экономики и социальной сферы региона отметил губернатор Анатолий Лис. Благодаря своим организаторским способностям, умению просчитывать ситуацию и видеть на несколько шагов вперед, Александр Савчиц за 20 лет превратил среднестатистический убыточный молокозавод в лидера молочной промышленности Беларуси. И сегодня успешно покоряет мировой рынок. Есть такое предприятие у нас на территории города и области, что оно показывает пример другим. Конечно, за этим стоит большой напряженный ежедневный труд. И, как в любом деле, заслуга руководителя этого отнимать нельзя. Во время встречи в близком облсполкоме слова благодарности в адрес руководителя Савушкиного продукта звучали не раз. Каждый поздравляющий отмечал, что Александр Савчиц – человек чести и хозяин своего слова, меценат и социально ответственный руководитель, а еще крепкий хозяйственник и настоящий лидер. Я знаю Александра Васильевича очень много лет. И знаю его как очень энергичного человека. И вот сегодня мы говорили на поздравление, это действительно флагман. Причем не только предприятие флагман, а сам Александр Васильевич флагман нашего концерна. Он очень любим и уважаем коллективом. Коллективом почти в 15 тысяч работающих. Причем одним из самых высокооплачиваемых коллективов нашей области. Я надеюсь, что он так и дальше будет вкладывать свою душу в предприятие, вкладывать душу в продукцию. Я уверен, что они сделают еще очень много интересных и вкусных вещей. Вкусные продукты от Савушкина сегодня знают миллионы. Свои товары лидер молочной промышленности Беларуси поставляет в 20 стран мира. Только на Брестской производственной площадке компании «Савушкин продукт» трудится 1914 сотрудников. Успешно работают заводы в Пинске и Столине. Сырьевая зона компании – почти 100 хозяйств в разных точках Брестской области. В сутки предприятие получает 1700 тонн молока. И все эти успехи – итог грамотного руководства. Александр Савчиц работает на предприятии без малого 42 года, 20 из которых во главе компании. Я по жизни трудоголик. Если плохо на предприятии, то плохо и мне. Поэтому, когда на предприятии хорошо, я тогда нахожу время съездить на рыбалку, съездить к маме, порадоваться вместе с ней. Но в основном, честно говоря, суббота, воскресенье отдана работа. Потому что еще добавилось несколько хозяйств, которых мы взяли в Каменецком районе. Это тоже маленький кусок работы. А мы не привыкли плохо работать. О генеральном директоре Савушкина продукта ходят легенды. Оно и понятно. Однажды, высоко подняв планку, Александр Савчиц не позволяет опустить ее ни себе, ни своим сотрудникам. Средняя зарплата по предприятию давно перешла рубеж в одну тысячу рублей. Компания постоянно расширяет свою ассортиментную линейку и перерастает не только новыми рынками сбыта, но и хозяйствами, и производственными площадями. Сегодня стоять смерти подобно. Поэтому мы, естественно, будем шагать вперед. Ближайшие планы – это то, что глава государства разрешил нам выкупить акции Березовского завода и Оршанского. Это даст существенный прирост нас по количеству сырья. Мы становимся в один ряд самыми крупными переработчиками Российской Федерации. О заслугах юбиляра не только в экономике, но и в социальной сфере говорили и на чествовании в Брестском горе-сполкоме. Яркий пример – благоустройство территории улицы Янги-Купалы, где находится Савушкин продукт, и реновация парка мира, который за короткое время превратился в притягательное место семейного отдыха. Александр Васильевич олицетворяет собой качество современного руководителя, патриота, человека, который искренне любит то дело, которым занимается. И что для меня очень важно, для всех нас очень любит город Брест, в котором находится его головное предприятие. Его пример инвестиций в благоустройство – это пример для всех руководителей. Его человеческие качества – это пример для многих людей. Его желание помогать спорту, помогать учреждениям образования – это хорошая планка тех добрых дел, которые он делает. Юмор и легкое отношение руководителя Савушкина продукта к почестям превратило официальное мероприятие в дружескую встречу. Поздравить Александра Савчица пришли депутаты городского совета, главы районных администраций, сотрудники городсполкома. К слову, улыбки и слова были искренними, а планы – грандиозными. У меня очень много хороших мыслей. Мне все-таки, я и коллективу побешал, и себе, что мы ничем не хуже мировых компаний. Вот я очень хочу, чтобы наш Савушкин продукт стал в одну линейку со всеми мировыми компаниями. Всем же Даноном, Эрманом, Компина и так далее. Я абсолютно говорю еще раз, что наши люди способны это делать и оборудовать нас такое же, как у них. Да и трудяги мы, извините меня, наверное, похлеще мани. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы стояли в одной линейке. Про Брян Савушкин, про души – это на самом деле сегодня не только достояние республики, но и во всем мире его знали. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». На текущей неделе в рамках работы информационных пропагандистских групп «Область» посетил председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» сенатор Геннадий Давыдько. В программе пребывания посещения предприятий и организаций, встречи с активом объединения, а также руководством города и области. За ходом мероприятий понаблюдали и съемочные группы нашего телеканала. Подробности далее. Один из пунктов двухдневной программы – встреча с коллективом предприятия «Савушкин продукты». Работа информационно-пропагандистских групп – одно из важных направлений деятельности общественных и государственных организаций. Главная цель – разговор напрямую, изучение общественного мнения, анализ ситуации. Диалог известного белорусского общественного деятеля Геннадия Давыдько с рабочими предприятиями получился конструктивным. Когда ты приезжаешь на проблемное предприятие, которое столкнулось с определенными финансовыми трудностями, организационными, там разными, это одна встреча. Когда ты приезжаешь на благополучное предприятие, на флагман, как сегодня «Савушкин продукт», я думаю, здесь будут совершенно другие вопросы, совершенно другие, естественно, ответы. Но, тем не менее, люди, они ведь живут ежедневно среди соседей, среди родных, которые работают на других предприятиях, у которых другие проблемы и которые тоже могут высказываться. Поэтому любая встреча, любое общение – это большая польза. Темой доклада белорусский сенатор выбрал здравоохранение. Геннадий Брониславович рассказал о достижениях в сфере фармакологии и трансплантологии. В ходе диалога стороны подняли тему пенсионной системы и необходимости ее реформирования. За час общения руководитель Белой Руси затронул практически все стороны жизни белорусов. Встреча получилась живой. Геннадий Давыдько делился с залом своим видением ситуации на простом и понятном языке. Впечатления у меня остались только положительные. Впервые присутствую даже на такой встрече. Впервые запомнились, конечно же, впечатлили меня цифры. Назвать их повторить не могу, но довольно-таки убедительно. И удивило то, что многое из Беларуси у нас котируется в других странах. Мне понравилось, очень понравилось даже. Много вот узнала даже про, ну и цифры, про Беларуси, про Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, все понравилось мне. Второй день рабочей поездки стартовал со встречи с руководством города над Бугом, а также идеологическим активом Бреста и области. Обсуждали решение существующих проблем, так называемых болевых точек регионального и республиканского уровня, а также участие в этом процессе не только государства, но и общественных объединений и просто неравнодушных жителей. Ряд государственных задач своими силами способна решать и Белая Русь. К примеру, в настоящее время разрабатывается информационный ресурс – портал, интегрируемый в социальные сети. Он позволит проводить мониторинги, выявлять общественное мнение, не затрачивая бюджетных средств. У любой общественно-политической силы должно быть максимально возможное влияние на максимально широкие массы людей, сограждан. Мы хотим, чтобы не то, что о нашей деятельности знали, мы хотим влиять на сознание людей в патриотическом воспитании, в осведомленности. Ведь часто наши заблуждения, которые диктуют нам неверные поступки, наступают из-за неправильной информации или из-за тенденциозно подданной информации. В связи с этим мы хотим создать абсолютно честный, светлый, как Белая Русь портал, на котором будут приниматься в прямом режиме мнения людей по тем или иным вопросам. И мы будем сверять реальную информацию, что люди думают, вот поэтому, поэтому. И люди будут сами видеть, что происходит и каково общественное мнение. В рамках встречи было принято важное решение. В Бресте появится новое структурное подразделение Белой Руси – городская организация. Шел разговоры о подготовке областного центра к большому юбилею. Мы делаем городскую организацию. Это я вам говорю, как оно есть. И именно ваш пресс катализировал эту тему. Это делаем по проекту «Тысячелетие». Думаем. Думаем, вносим вам предложение. Поверьте, что от вас нужен только ваш авторитет и ваша личность. Что зовут? Вот. А за вами будут пойдут другие. Поднять эти пласты исторические – это очень важно. Как это сделать так достаточно эмоционально, осмысленно, чтобы проникло это в душу тех, кто будет участвовать, чтобы брещане, теперешние современные жители этого города и области, ощутили гордость за пребывание на такой исторической земле, где умирали, любили, совершали подвиги, рождались великие люди. Да, кто-то уехал, кто-то остался, но эта земля, она на самом деле находится в центре Европы и имеет огромное значение для всей истории Европы. Председатель Белой Руси Геннадий Давыдько, подводя итоги встречи для журналистов, подчеркнул – общение получилось продуктивным и эмоциональным, иначе не могло быть. Вопросы и проблемы обсуждались насущные – те, что сегодня волнуют граждан страны. И их решение должно стать общей задачей и государства, и каждого жителя в отдельности. К другим темам. История предприятия, о котором сегодня пойдет речь в нашем выпуске, началась еще в далеком 1938-м. Годы военного лихолетия, советское время, перестройка. Несмотря на свой солидный возраст, остается особенно необходимым городу сегодня. Брестская ТЭЦ отмечает свой 80-летний юбилей. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая смогла попасть, что называется, в святая святых предприятий и узнать, какова истинная цена комфорта, быта и уюта в наших домах. Станция – это очень значимая вообще как объект, как промышленный узел для всего города. Не только даже для города, как для республики. Сформировалась, она начала свое формирование еще в далеком 1938-м году. И за это время не одно поколение прошло рабочих на этой станции. А тех, кто трудился на тепловой электроцентрале, действительно немало. Это предприятие одной из старейших электростанций Беларуси, построенных в довоенные годы. Уже тогда, в далеком 1938-м, горожане понимали, насколько это важный объект для Бреста. А потому трудиться на главной теплоэлектроцентрале всегда было почетно и ответственно. Альбомы, буклеты и книги, посвященные истории ТЭЦ, не могут вместить всех имен, кто своим трудом способствовал формированию в городе над Бугом культуры быта. Однако каждый из этих людей помог создать фундамент, на котором появился новый современный комплекс под названием «Брестская ТЭЦ». На данный момент на станции у нас установлены два котла ГМ-40, один котел ГМ-50 и новый котел, введенный полтора года назад, Е-75. Установлена также турбина Р-12 и еще одна турбина АП-6, которая сейчас на данный момент идет у нас по демонтаж, и мы собираемся войти еще один этап реконструкции Брестской ТЭЦ и установить еще более новую, современную турбину. Вероятнее всего, что будем выходить на Р-12, такая же, какая есть у нас четвертая машина. Реновация и регулярная модернизация – это то, что легло в основу развития деятельности Брестской ТЭЦ. Здесь всегда заняты поиском новых технологий, которые бы помогали не только эффективно вырабатывать тепло и электричество, но и использовать полученный продукт экономно. Сегодня большая часть оборудования комплекса автоматизирована и компьютеризирована. Раньше все котлы-агрегаты управлялись со старого щита, вот как можете заметить отсюда, тут все было практически в ручном управлении, ключами, на кнопке, а сейчас, как поставили последний котел новый, то все управление перерисовано на компьютеры. Мы находимся в самом центре Брестской ТЭЦ. Благодаря работе вот этого объекта мы имеем тепло и электричество. Это на самом деле уникальная возможность посмотреть, как же работает один из крупнейших котлов, подающих тепло и электроэнергию в город. Экскурсийный комплекс не водят из соображений безопасности. Огромным котлом управляет машинист с помощью компьютеров. Котлы работают на турбины, но после турбин остается низкопотенциальная энергия пара, которая для того, чтобы ее использовать, мы подогреваем воду в сетевых подогревателях. То есть у нас каждый грамм топлива учитывается, все входит в то, чтобы выработать электроэнергию, а потом тепловую энергию. Кстати, мониторинг всех процессов происходит круглосуточно. На пульте всегда есть дежурные специалисты, которые контролируют показатели подачи по всему городу. Здесь у нас на данном компьютере находится электрическая схема, высоковольтная, в частности, ГРУ-6 кВт, а здесь тепловая схема. По тепловой схеме мы проводим контроль, а непосредственно в цехах старшие машинисты котельного и турбинного участка, они уже непосредственно управляют процессом. Но режим и контроль, весь информация находится у нас, и мы ими управляем. А по высоковольтной части, электрической части, непосредственно управляем уже мы. Брестская ТЭЦ разменяла девятый десяток, однако возраст нисколько не сказался на ее качественном оснащении и кадровом потенциале. Наоборот, богатый опыт работы и многолетние традиции помогают грамотно ориентироваться в тенденциях времени и выбирать только правильные и перспективные пути развития. Предприятие «Брестводоканал» пополнилось новой специальной техникой, которая помогает решать многие производственные задачи. Сегодня в Беларуси нет аналогов представленного робототехнического комплекса. Его стоимость – 398 тысяч евро. Новая техника приобретена за счет грантовых средств экологического партнерства «Северного измерения» в рамках реализации проекта по реконструкции очистных сооружений. На презентации нового оборудования побывала наша съемочная группа. Оборудование находится в специализированном, оснащенном по последнему услову технике автомобиле. Новый робототехнический комплекс предназначен для обследования водопроводных и канализационных коллекторов. Как отметил мэр города Александр Рогачук, это своеобразная лапроскопия городских артерий. В водные пути внедряется механизм, который штудирует подземные маржуты, определяет неисправности и находит различные повреждения труб, мониторит состояние и качество объектов, чтобы в случае необходимости оперативно ликвидировать дефекты. В первую очередь, этот робототехнический комплекс служит для того, чтобы выявлять несанкционированные врезки в трубопровод водопроводные, для того, чтобы проверять качество выполнения строительно-монтажных работ, то есть, соответственно, нет ли засорений в трубопроводе, для того, чтобы не нарушая благоустройство производить ремонтные работы. Имея такое комплексное вооружение, нам позволит гораздо быстрее, быстрее в строке исполнять работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей, ну и также подавать чистую и качественную воду гражданам. Комплекс укомплектован тремя роботами. Подземная ситуация отслеживается в режиме онлайн. Историю записывает специальная программа. Видео высочайшего качества выводится на экраны в кабине автомобиля. Конечно, искусственный интеллект машины наделен высокими технологиями, но все было бы невозможно без участия человека. Обслуживает автомобиль несколько специалистов. Они же тестировали систему несколько недель. Происходило сначала обучение, в течение недели приезжали к нам подставщики этой техники с Литвы. Они обучали, как пользоваться программой, вести запись, как собирать этот робот, как устанавливать, как его закачивать, как опускать его в колодец правильно, как извлекать, что зачем нажимать, что можно, что нельзя. Некоторые элементы совсем новые, их даже во всей Европе нет, как камеры рождены. Новый робототехнический комплекс стал хорошим дополнением к большому парку автотранспортной и специальной технике Брест-водоканала. К слову, уже в сентябре предприятие ожидает еще одна новинка – каналопромывочная машина, предназначенная для очистки коллекторов. И в завершении выпуска о спорте. В августе в Белоруссии начинается хоккейный сезон. Сначала ледовые дружины экстралеги сразятся в Кубке Салея, а затем стартует чемпионат Белоруссии. Не останется в стороне и команда хоккейного клуба «Брест». В первых числах июля тренерский штаб возглавил известный в Белоруссии и за рубежом наставник Андрей Ковалев, а состав «Брестской» команды сейчас находится в стадии активного формирования. Наш корреспондент Ирина Ольшова побывала на тренировке ледовых зубров и из первых уст узнала о планах на новый сезон и спортивных амбициях «Брестской» команды и их главного тренера. «Брестская» хоккейная команда «Звезд с неба» никогда не хватала. Созданная в 2001 году, ледовая дружина стабильно держалась в конце десятки сильнейших клубов Белорусской экстралиги. Лишь однажды по итогам сезона 2002-2003 годов зубрам удалось занять пятое место в турнирной таблице. И вот Брестский клуб перед началом нового сезона получает хороший шанс заявить о себе. Команду возглавил опытный тренер, а в прошлом успешный хоккеист Андрей Ковалев. Андрей Робертович Ковалев – это в хоккейном мире очень известная личность, человек с опытом работы в КХЛ, который за границей много поработал. Во-первых, под него едут хоккеисты, потому что знают, как он работает, знают, что он может им дать. Он умеет организовать не только тренировочные процессы, а сам быт команды, он уникает во все мелочи. Ну, это для Бреста такая ступенька вперед. Андрей Ковалев играл в «Минском Динамо» на позиции нападающего еще при СССР. Выступал за сборную Беларуси с 1994 по 2003 годы. В его активе матч в НХЛ за Вашингтон, а еще 10-летний стаж в немецком клубе «Крёфельд Пингвин», где Андрей Робертович стал настоящей легендой. В 2006 он вернулся в Беларусь и завершил спортивную карьеру, выиграв континентальный кубок с минской юностью. Его тренерская карьера не менее успешна. Столичная юность, базовый клуб сборной Китая «Чайна Дрэгонс», польская автоматика. Сегодня Андрей Ковалев – главный тренер хоккейного клуба «Брест», и это настоящая находка для зубров. Сейчас в Беларуси есть много ребят, бывших хоккеистов, которые без работы, которые поработали на хорошем уровне, но мы в плане таком, в обсуждениях пришли к выводу, что он работал много с молодежью. У нас команда молодая, и один из критериев был по этому, и плюс ко всему я знаю, что у него было много хороших предложений с той же ВХЛ российской. Любой тренер, когда приходит в новую команду, он мечтает, пытается найти пути, чтобы поднять, поднять. Сделать невозможно, пока у него глаза горят, у меня есть это, говорят, мы постараемся поднять, поднять. Вот мы занимаемся технической работой, развитием хоккеиста. Я думаю, это даст нам плоды. В разговоре Андрей Ковалев немногословен, пустых обещаний не дает, громких заявлений не делает. Участник двух олимпиад и опытный наставник понимает, что результат его работы будет виден не сразу. В августе стартует Кубок Солея, а чуть позже чемпионат Беларуси. Вот тогда и станет понятно, на каком уровне находится брестский хоккей. Очень дефицитный амплуа, дефицитный амплуа. Защитник праворуки. Очень нищим, очень на рынке очень мало. Хотели бы такого возрастного, опытного, как мне говорится, дядь позитивного, с хорошим опытом. Сейчас ледовая дружина активно готовится к новому сезону. И задача минимум не только кардинально улучшить результат и застолбить высокое место в экстралиге, но и вернуть болельщиков на трибуны. Хоккей начинается в плей-офф, поэтому основная задача будет, чтобы команда вышла в плей-офф. И это одна. А вторая задача, наконец-то, вернуть зрителей на трибуны, чтобы... Хоккей – это не театр, там тихо не должно быть, должно быть шумно, весело, должны болеть, кричать. Вот это как бы одна из основных задач, чтобы болельщик повернулся к нам лицом. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Это были итоги недели на «Бук-ТВ». Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 15-16 июля погодные условия в нашей стране будет определять малоподвижная фронтальная система. 15 июля в Бресте ожидается дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер с северо-западного направления слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью – 16-18 градусов, максимальная днем – плюс 21. 16 июля в Бресте ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем местами сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью температура составит 17-19 градусов, до 24 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин